МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между тем, синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшие дни. Непогода продержится еще как минимум трое суток. Завтра по-прежнему возможен дождь, мокрый снег, усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5-10 градусов, местами до минус 17. Днем плюс 1, плюс 6, местами до минус 5. На дорогах сильная гололедица. Аналогичные цифры покажет термометр и в среду, и в четверг. Сегодня тот день, до которого управляющие компании должны были сделать перерасчеты, вернуть квартиросъемщикам переплаченные деньги. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности главы республики. Однако жители поселка Шира не только не дождались перерасчета. Сегодня потребители предстали перед судом за псевдодолги, которые им выставили коммунальщики. Подробности в материале Елены Крыловой. Сегодняшнее заседание можно назвать необычным уже только потому, что сам истец выступил с инициативой дела замять. Причем желание мира у коммунальщиков было настолько сильным, что они добились разрешения судьи отсрочить заседание, переговорить с ответчиками. Кстати, в этом представителю водоканала всячески способствовал и сельский совет. Глава поселка практически за руку водил истца по судебным коридорам. Приехал представитель Резводоканала. На данный момент они сделали перерасчет. Они сделали перерасчет. Перерасчет, я вам сейчас могу сказать, я его не видел. Ну вот, как бы вот сейчас получилось, перерасчет. Первое судебное заседание будет здесь. То есть, вот сейчас мы должны выработать позицию в каком перед судом, чтобы мы не говорили, пойдем мы на мировое соглашение, не пойдем. На этот скромный доклад коммунальщики, по-видимому, и делали все ставки, но для жильцов он оказался крайне неубедительным. И одного дела оказалось достаточно, чтобы понять мотивы миролюбивого настроя водоканала. На сегодня долг у непомощи Светланы Прокопьевны составляет 13 840 рублей 65 копеек. Из-за этих 13 тысяч, в принципе, в конце прошлого года и разгорелся. Спор это и есть та самая корректировка, которую жильцы считают незаконной. На нее и росли проценты. Именно их коммунальщики сегодня честно аннулировали. «Свою же ошибку они откинули просто. То, что они наростили за счет того, что они начислили. Они нам ничего не сделали». И снова у крупной компании даже в суде получается лучше, чем у пенсионеров отстаивать свои интересы. И неожиданно в деле появилась и третья сторона. «Граждане свою позицию четко выразить не могут, потому что есть некоторое непонимание». Желание властей помочь жильцов не ободрило. Им не вполне понятно, где защитники были раньше. Ведь проблема тянется с 2011 года. «Трижды мы писали это заявление и никакого внимания. Но это значит как? Плюют на народ. Ну так выходит, что». Суд назначил следующее заседание на 10 апреля. Но жильцы уже сейчас заявляют, если решение их не устроит, они пойдут дальше. В суды высшей инстанции. Елена Крылова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. В Аскизе в пожаре чуть было не погибли двое малолетних детей. Их спасли неравнодушные соседи, пенсионеры. Деревянный дом на 12 квартир загорелся в субботу около 11 утра. Жильцы почувствовали запах гари, увидели дым из дверей квартиры на втором этаже. Проникнув в комнату, они нашли двоих малышей, трех и пяти лет, и вывели их в безопасное место. На момент прибытия пожарных помещение было задымлено, горел диван. За считанные минуты пожарные ликвидировали возгорание. Дети обследовали врачи скорой, малыши не пострадали, госпитализировать их не пришлось. Как выяснилось, хозяйка дома, мать троих детей ушла в аптеку, забрав с собой самого младшего. А те, что постарше, остались дома одни. Играя, они нашли отцовскую зажигалку и подожгли пеленку. От нее загорелся диван. С родителями проведена профилактическая беседа. В Апакане сегодня впервые официально начал работать муниципальный сельхозрынок. Он пришел на смену небольшому мелкорозничному. Теперь жители столицы республики и даже соседних территорий смогут продавать сельхозпродукцию в более просторном месте. Рядом центральный городской рынок и автовокзал. А значит, место, где разместился сельскохозяйственный рынок, очень удобно для предпринимателей. Среди них не только абаканские, но и приезжие. Из Усть-Абакана, Черногорска, Саиногорска, юга Красноярского края. Татьяна Гладких живет в Саиногорске. В Абакане останавливается у родственников. Здесь же, в столице, уже на протяжении пяти лет женщина продает сельхозпродукцию. Я просто занимаюсь семенами, потом у меня будут рассады, цветы. Раньше у нас были места не очень удобные. Кучность, народу удобнее, когда будет приходить, все в куче. На новом рынке Татьяна выкупила сразу несколько мест. Сегодня торговые точки занимают семена цветов и овощей. Есть уже и первая рассада. На соседних прилавках Дары Тайги и прошлогодний дачный урожай картофеля. Несмотря на то, что пока многие скамейки пустуют, распроданы все места. Только на прилавках у нас 220 торговых мест, плюс эти киоски, где-то около 300 мест. Для пенсионеров Абакана у нас льгота за полцены, если стоит 40 рублей место, то им 20 рублей. На обустройство муниципальных рынков городской бюджет выделил 650 тысяч рублей. Эту сумму поделили между центральным и сельскохозяйственным. Денег получилось понемногу. К примеру, на сельхозрынке их хватило, чтобы отремонтировать прилавки, частично соорудить каркасы, на которые уже сами предприниматели натянут тенты и пленку. В планах администрации рынка огородить территорию забором, смонтировать калитку. А в идеале сделать полностью рынок крытым. Правда, все упирается в финансы. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в минувшие выходные под Абаканом. Обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. На 11-м километре автодороги Абакан-Агдабурак водитель внедорожника Мазда, пенсионер, житель столицы, не справился с управлением. Выехал навстречу и столкнулся с тремя автомобилями. Ниссан, Ситроен и ВАЗ. Виновник аварии, по предварительным данным, был пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. В результате ДТП пострадали водители всех трех машин, в которые врезался внедорожник. От тяжелых травм, пострадавших, спасли ремни безопасности. Все трое были пристегнуты. Сегодня стартовал весенний призыв. Он продлится до 15 июля. За это время из Хакасии на службу в армии будет направлено около тысячи молодых ребят. Напомним, осенние ряды вооруженных сил пополнили более 900 призывников. Как отметили в республиканском военкомате, обычно служить новобранцы идут с желанием. Подтверждение тому снижение числа уклонистов. Осенью их было 21, в то время как прошло весной 43. Графики работ призывных комиссий во всех территориях Хакасии уже утверждены. На этой неделе военкоматы начнут принимать юношей. Добавим, что все призывники будут одеваться уже в новую военную форму. Сегодня 1 апреля. Во всем мире его отмечают как День смеха. Кстати, этот праздник впервые упоминался еще в 16 веке. В наше время тоже следует быть особенно внимательным, чтобы не стать жертвой розыгрыша или не поверить в шуточную информацию. Интернет-сайты республики сегодня выдавали одну курьезную новость за другой. Верить тому, что Хакасию хотят объединить с Красноярским краем. Наша республика после Бразилии может принять летнюю олимпиаду, а наставником Саяны Хакасия подумывает стать госхиддинг, конечно, не стоит. Впрочем, первоапрельские шутки вышли уже на мировой уровень. К примеру, видеохостинг YouTube удивил свою миллиардную аудиторию по всему свету, объявив о закрытии до 2023 года. Хотя некоторые реальные события столицы Хакасии похожи на чью-то шутку. В Абакане мужчина без определенного места жительства принес в полицию снаряд, найденный им в мусорном баке. К счастью, боеприпас оказался безвредным. Совсем скоро по всей республике начнутся выпускные экзамены. Абитуриентам предстоит выбрать будущую профессию. И тут главное не ошибиться. О том, какие направления сегодня самые востребованные. И в целом о банке вакансий в республике нам расскажет Ирина Ахметова, председатель Госкомитета по занятости населения Хакасии. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блог. Увидимся.